Растения Первый из этих двух растений наверняка вам известно. Возможно, оно даже растет рядом с вашим домом. Это растение – рябина обыкновенная. Рябина обыкновенная. Сорбус аукупария. Дерево или кустарник, семейство розовое или разоцветное. Достигает 12 метров высоты. Обычно 5-10 метров. Крона округлая, ажурная. Растет отдельными экземплярами, не образуя сплошных зарослей. Подлески или втором ярусе хвойных, смешанных, изредколистых лесов. На лесных полянах и окушках. Между кустарниками. Теневыносливое и зимостойкое растение. Рябина обыкновенная относится к семейству розоцветные. Точно так же, как и многие-многие другие деревья и кустарники, которые мы высаживаем в наших садах. Но надо сказать, что, например, рябина черноплодная не относится к роду рябина. Она относится к роду арония. И говорить, что это рябина, не совсем верно. А вот наша рябина обыкновенная имеет совершенно характерные внешние признаки. Во-первых, это дерево. Высотой обычно 10-12 метров. Кроме того, очень характерен внешний вид листа рябины. Он сложный. Вот каждый из этих сегментов – это не самостоятельный листочек, а часть сложного листа. Такой лист называется непарно-перистый. Ну, потому что по форме он напоминает перо, а на верхушке находится один непарный листочек. Верхняя часть листа темно-зеленая и довольно гладкая. А вот нижняя – немножечко опушенная и более белесая. Такой лист опадает осенью целиком. Не по отдельным пластиночкам, а прям вот всем массивом. Поэтому он называется сложный лист. Листья имеют расположение супротивное. То есть они практически напротив друг друга располагаются на ветке. Кора у рябины серого цвета и практически без каких-либо заметных трещинок или чечевичек. Кроме того, можно определить рябину и в безлистном состоянии, например, зимой. Если вы сломаете веточку тоненькую и попробуете ее на вкус, вы почувствуете характерный такой горьковато-вяжущий привкус. Это совершенно четкий отличительный признак этого дерева. Соцветия у рябины довольно обширные, но цветы при этом мелкие. Они имеют белесоватую окраску. И соцветия вот щитковидные, типа щитка. На месте цветков в августе-сентябре появляются плоды. Плоды при созревании становятся ярко окрашенными красновато-рыжими и вполне себе съедобны и приятны на вкус. К роду рябина относятся больше сотни видов, которые встречаются не только по нашей европейской части страны, но и в Сибири. А также много видов рябины на Кавказе и в районе Уральских гор. Но надо сказать, что у нас в основном растет рябина обыкновенная. Иногда выращивают и рябину, которая была выведена в Крыму. Это рябина с очень крупными плодами, которую высаживают специально. Но получается так, что эту рябину нужно укрывать на зиму, поэтому она требует определенного к себе внимания. А вот наша обычная рябина растет диким образом совершенно спокойно. А еще про рябину известно, что есть сорт под названием рябина нежинская. Но с этим сортом связана одна очень интересная история. Все дело в том, что изначально сорт назывался рябина невежинская в честь села Невежина Владимирской области, где она и произрастала. Эту рябину использовали в виноделы. И для того, чтобы создать атмосферу таинственности и придать более благозвучное название сорту, из невежинской она стала нежинской. В годах рябина содержится огромное количество различных микроэлементов. Микроэлементы, они только так называются. На самом деле, они для нашего организма имеют огромное значение. Эти микроэлементы и магний, марганец, медь, цинк, йод. И самое главное – железо. Железо в ягодах рябины содержится довольно много. А нашему организму железо просто необходимо. Все дело в том, что железо входит в состав белка гемоглобина. Это тот самый белок, который придает красный цвет нашей крови. И за счет которого происходит перенос кислорода по нашему организму к различным органам и тканям. Соответственно, если будет нехватка железа или белка этого, то и наступит заболевание, которое называется анемия. То есть недостаточность организма в кислороде. А пополнение железом нашему организму требуется очень-очень часто. После различных операций, после каких-то травм. И самое главное – женщинам в определенные периоды их жизни тоже очень-очень важно пополнить количество железа в организме. Кроме того, в этих маленьких ягодах содержится огромное количество дубильных веществ. Но дубильные вещества содержатся не только в ягодах, но и в коре рябины. А обнаружить вы их можете, просто попробовав веточку на вкус. Кроме того, если вы вдруг решите пожарить шашлык и будете для этого использовать веточки рябины, то ваше мясо приобретет характерный приятный привкус. А рыба, которая коптится на рябиновых веточках, тоже приобретет совершенно удивительные оттенки вкусовые. Помимо всего прочего, в ягодах рябинах содержится и пектин. Пектин – это вещество, которое способствует нормализации пищеварения. Он снижает избыточное брожение углеводов, и это регулирует нормальное пищеварение вашего организма. В ягодах рябинах содержится такое вещество, как сорбит. Это вещество должно быть хорошо знакомо людям, сталкивавшимся с заболеванием сахарного диабета. Все дело в том, что его очень часто используют в диетической продукции, как заменитель сахара. Но помимо этого, сорбит способствует тому, что он выводит излишки жира из печени и вычищает кровь от излишков холестерина. И в этих же уникальных ягодах содержится вещество, которое называется амигдалин. Это вещество очень редкое и в природных соединениях встречается нечасто. Так вот, амигдалин – это такое вещество, которое незаменимо для городского жителя, потому что он способствует выведению не только токсинов, но и обладает радиозащитной и рентгенозащитной функцией. Основным лекарственным сырьем у рябины являются, конечно же, ягоды. Их используют как в свежем, так и в сушеном виде. Набор заболеваний, при которых показаны препараты с содержанием рябины, очень-очень велик. Это и авитаминозы, и атеросклерозы, и заболевания, связанные с пониженной содержанием кислотности желудочного сока, камни в почках. Кроме того, рябина обладает патагонным свойством, и её также применяют при бронхитах и как средство, повышающее аппетит. Из сухих плодов готовят преимущественно настой. Готовят его таким образом. Берут 40 грамм сушёных плодов рябины. Их необходимо измельчить и положить в термос. Куда же заливают стакан крутого кипятка. И настаивают не менее 4-х часов. Дальше полученный настой процеживают, доводят водой до первоначального объёма. И пьют по 1,3 стакана перед едой. Кроме того, из рябины, из свежих ягод рябины, выжимают сок. Этот сок также обладает целебными свойствами. Вот этот свежевыжатый сок можно хранить в холодильнике. Тем более, что рябина портится не очень быстро. Она является природным консервантом. Ну и помимо всего этого, из ягод рябины готовят кучу разных вкусных кушаней, которые также обладают полезными свойствами. Но большая часть полезных свойств в ягодах сохраняется, если их перетирать с сахаром. Это можно делать в ступке, а можно перемалывать в мясорубке. В этом случае полученный продукт лучше всего также хранить в холодильнике. Для использования в зимний период рябину не только заготовляют с сахаром, но и делают сушеные плоды. Сбор ягод лучше всего, конечно же, производить в период их максимального созревания. Это обычно начиная с конца сентября, октябрь и даже на ягод месяц. Многие специалисты рекомендуют собирать ягоды рябины после того, как ударят первые морозы. В этот момент в ягодах проходит горечь, и они приобретают немножечко другой вкус. Но мне на этот горечь очень нравится, и я все-таки предпочитаю собирать рябину не позднее конца октября, когда морозы еще не наступили. Для того, чтобы засушить ягоды, их снимают полностью со всеми плодоножками. Дома мы отделяем ягоды от плодоножек, от всяких там сухих, сморщенных, поврежденных, и раскладываем на большом противне на тоненькое какое-нибудь полотенчико. В первую очередь их нужно слегка подвялить, чтобы они полежали таким образом. А досушивать лучше всего в духовке. Но, и это важно, температура в духовке не должна превышать 50-60 градусов. Все дело в том, что многие полезные вещества при высоких температурах разрушаются. Например, тот же самый витамин С – это витамин очень нетермоустойчивый. И при высоких температурах он просто-напросто исчезает, разрушается. Поэтому, когда вы пьете горячий чай с лимоном, не думайте, что там есть витамин С. После того, как ягоды подсохли, сигналом к тому, что они уже высохли достаточно, является то, что они будут легко разламываться пальцами. Хранить их лучше всего в тряпочном мешочке и в месте, недоступном для влажного воздуха. Но в некоторых случаях у рябины используют не только ягоды, но и кору. Особенно, если поблизости нет дубов, то кору рябины можно использовать для полосканий при различных заболеваниях десен. А еще древесину рябины используют в различных столярных работах. И очень интересно, я об этом узнала совершенно случайно, но по государственным стандартам багры противопожарные, которые находятся на противопожарных щитах, должны быть изготовлены из древесины рябины. Делается это именно потому, что древесина эта горит очень-очень плохо. В наших лесах есть и другие красные ягоды, которые могут составлять конкуренцию рябине по своим полезным свойствам. Эти ягоды найти гораздо сложнее, они растут не повсеместно, а только в особых местах. Но я сейчас попробую это сделать. Растение это калина обыкновенная. Калина обыкновенная, вибурным опулюс. Вид кустарников семейства адоксовые или жимолосные. Калина обыкновенная, кустарник, с серовато-бурой корой, высотой 1,5-4 метра. Плоды овальная или шаровидная красная костянка с крупной сплюснутой косточкой. Сочные, но имеют горьковатый вяжущий вкус. После первых морозов коричь пропадает или становится меньше. Цветет в мае-июле. Плоды созревают в августе-сентябре. Калины это растение названо потому, что в конце августа, в начале сентября, когда поспевают его ягоды, они очень быстро из зеленых становятся красными. Как бы раскаляются на солнце. Именно поэтому и возникло такое название. Калина всегда считалась растением довольно мистическим. И у наших предков, у славян, это растение было связано всегда с осенью, с месяцем, когда люди играли свадьбы. Это октябрь. И в октябре калину собирали. Во время свадебных пиршеств она обязательно присутствовала на столе. Обязательно были ягоды калины в наряде невесты. Потому что, кроме всего прочего, эта ягода считалась символом женской красоты и целомудрия. И вообще, древние знахари рекомендовали подойти к дереву, погладить его кору. И считалось, что все незгоды в этот момент человека должны покинуть. Встречающаяся в нашей средней полосе калина, так же как и рябина, носит название обыкновенное. Но это совершенно не значит, что эти два растения являются родственниками. В названии главным является первое слово. Именно оно и будет показывать, что растения близкие, родственные. А вот второе слово показывает лишь то, что конкретное растение имеет конкретное свое обозначение. Вот калина обыкновенная – это растение, которое встречается практически повсеместно в нашей средней полосе. Но есть и близкородственные виды. Вообще их существует около 150 видов. Кроме того, существуют и культурные формы, то есть сорта растений. Наиболее известная – это калина, которая называется снежный ком. У нее очень крупные кисти, огромного размера цветки белоснежные. Но при этом цветки бесплодны. Они не дают ягод, на их месте не появляются никакие плоды. И кустарник высаживают только из эстетических соображений, ради цветов. А вот на Кавказе есть растение калина черная, у которого ягоды черного цвета. Но в отличие от калины обыкновенной, эти ягоды не только не имеют медицинского значения. Они еще не съедобны и даже ядовиты. Калина, в отличие от рябины, это не дерево, а кустарник. Чем отличается кустарник от дерева? Это очень важно. Все дело в том, что у дерева обычно один, ну, два ствола, которые растут от одного корня. В отличие от деревьев, у кустарников стволики более тонкие, и от одной точки их растет сразу несколько. Больше того, калина образует довольно густые заросли, что используется, например, при высадке их на участках. Они создают как бы естественную живую изгородь. Вырыть. Высота такого кустарника, если его не стричь и не придавать ему какой-то формы, составляет 2-3 метра. Еще интересно, это форма самого листа калины. Очень часто у нас на огородах живут различные вредители, которые этот лист могут вредить. Но вот здесь вот он совершенно практически целенький. И можно рассмотреть его форму. Лист простой. То есть, опять же, в отличие от рябины, он состоит из одной листовой пластинки. Но пластинка эта рассечена на три лопасти. Верхняя часть листа гладенькая и довольно темно-зеленая. А вот нижняя пушистая, слегка опушенная. И на ощупь довольно мягкая. Цветы калины собраны в довольно крупные соцветия. Цветки белого цвета. Соцветия кистевидный зонтик. Что интересно, крайние цветки соцветия бесплодны. То есть, в них нет ни тычинок, ни пестиков. Они более крупные по размеру и служат исключительно для того, чтобы привлекать насекомых. Плоды калины представляют собой костянку. Эти костянки ярко окрашены. Такой вот цвет в лесу можно встретить очень и очень редко. Даже когда калина спелая, если взять ягоду и посмотреть через нее на солнце, то видно, что она полупрозрачная и сквозь нее просвечивает косточка. Но самое интересное в этом растении, это не сами плоды, хотя они прекрасны, а то, что находится внутри них. Это косточка. Косточка калины имеет уникальную форму и представляет собой сердечко. Ни у одного другого растения нету косточки такой формы. Только у калины. Ягоды калины обладают уникальным вкусом и запахом, благодаря которому вы не спутаете их ни с чем. Ну, например, запах этих ягод многим людям не нравится. Кажется слишком специфичным. Хотя, на мой взгляд, он довольно приятен. Он напоминает немножечко запах валерьяной и одновременно отдает нотками яблока. А валерьяной он пахнет по одной простой причине. Там содержится та же самая валерьяновая и изовалерьяновая кислота, которая содержится и в корне валерьяны. Поэтому как раз калина и будет обладать некоторым успокаивающим свойством. Вкус калины слегка горьковатый и довольно терпкий. Считается, что так же, как и у рябины, после морозов эта горечь проходит. Но, опять же, на мой взгляд, эта горечь придает некий благородный привкус и оттенок вкусу этих ягод. Калина обыкновенная, довольно обильно встречается по всей европейской территории России. Причем на юге ее заметно больше, чем на севере. Кроме того, она растет на Среднем и Южном Урале, на Кавказе, на юге Западной Сибири. Вообще, можно сказать, что ареал калины приурочен к лесной и лесостепной зоне. Встретить это растение можно в основном во влажных местах обитаниях. Это опушки лесов, вырубки, бывшие гари, долины рек и ручьев. И если знать, где ее искать, найти ее можно довольно просто. Ягоды калины содержат огромное количество полезных для человека и совершенно уникальных, исключительных по своим свойствам, веществ. Но в первую очередь, это различные органические кислоты. Уникальная кофеиновая кислота, валерьяновая кислота и довольно обычная аскорбиновая кислота, то есть витамин С. Кроме того, эти ягоды содержат дубильные вещества, пектин, который способствует нормализации пищеварения. Здесь же содержатся и эфирные масла, и бета-каротин, то есть провитамин А. Именно благодаря ему ягоды и имеют такой довольно яркий красный оттенок. Здесь же содержится и еще одно уникальное вещество – вибурнин. Именно это вещество придает ягодам горечь. Но особенность его в том, что он разрушается при термической обработке. У калины обыкновенной используют в медицинских целях ягоды, кору и даже цветки. Ягоды используют в виде отваров, настоев или же перетирают их с сахаром или медом. И используют их в основном в тех случаях, когда возникают какие-то воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Бронхиты, кашель. Очень важно, что это растение способно возвращать осипший и практически потерянный голос. Наверное, это будет интересно учителям и политикам. Люди, у которых работа связана с тем, что им приходится очень много говорить. И потеря голоса равносильно потере главного рабочего инструмента. Кроме того, ягоды калины используют при гипертонической болезни, для нормализации работы сердца и при атеросклерозе. Потому что сок калины со всеми содержащимися в нем веществами способствует очищению кровеносных сосудов. Отвар коры, калины, используют как средство, обладающее очень высокой кровоостанавливающей способностью. Это очень важно при различных кровотечениях, в том числе при довольно обширных внутренних кровотечениях. Особенно важно, что используют при кровотечениях в послеродовой период. Кроме того, кора калины обладает целым рядом полезных свойств. Ее используют при головных болях, при бессоннице. Это успокаивающее средство. А еще отваром коры полощут рот при различных воспалениях ротовой полости. Ну, например, при парадонтозах. Кору калины лучше всего собирать весной, в период сокодвижения. Срезаются боковые ветки, на них делаются кольцевые надрезы ножом и дальше поперечные надрезы. И вот эти вот сегменты коры аккуратненько снимаются и выкладываются в какое-нибудь довольно сухое проветриваемое место для просушки. Сохнет кора в зависимости от температуры и от влажности окружающей среды от нескольких дней до недели. Может быть, дней 10. Считая то, кора готова к использованию, когда она высохла настолько, что легко ломается пальцами. Хранить этот препарат лучше всего в закрытой таре без доступа воздуха, чтобы влажность туда не попадала. Еще у калины используют и цветки. Собирает их в период цветения в мае-июне месяце. Срывает целыми кисточками и приготовляет из них отвар. Этот отвар используют как вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и патагонное средство. А еще этот отвар обладает свойством улучшать аппетит. Ягоды калины для того, чтобы запасти их на зиму, можно заготавливать различными способами. Один, наверное, из самых доступных способов – это засушивание. Сушатся они точно так же, как и любые другие сочные плоды. И я об этом уже говорила, их нельзя подвергать очень высокому нагреву. Поэтому сушка должна происходить при температурах не выше 50 градусов. Но существуют еще и другие способы заготовки ягод на зиму. Кроме классического перетирания с сахаром и хранения в холодильнике, есть еще способ замораживания. В этом случае собирается калина вместе с кистями в период наибольшего созревания, максимального созревания. Обычно это сентябрь-октябрь месяц. И вместе с этими кисточками кладется в полиэтиленовый пакет и убирается в морозилку. При быстром охлаждении все полезные вещества остаются в ягодах. И вы можете в любой момент достать кисточку калины и заварить себе чай с этой прекрасной ягодой. Или перетереть с медом или с сахаром. В общем, использовать точно так же, как и свежую. При применении калины существуют и свои противопоказания. Их немного, тем не менее, они есть, и это важно. Например, калина не рекомендуется людям, у которых повышенная свертываемость крови. Или склонность к образованию тромбов. А также калина не рекомендуется беременным женщинам.